МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русул, здравствуйте в этом выпуске. Первый день отпуска Комом. Из-за неприбытия в аэропорт Нарьинмара самолета компании СмартАвиа пассажиры не успели на стыковочные рейсы в южном направлении. Что делать в такой ситуации? Нарьинмаре подвели итоги рейтингового голосования за объекты благоустройства в окружной столице. Какой объект признан победителем? В округе прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Несмотря на погоду, настроение у виновников праздника было отличным. Глава региона провел еженедельное оперативное совещание со своими заместителями, руководителями органов государственной и муниципальной власти. В ходе совещания подвели предварительные итоги социального опроса населения, который проводит Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта на предмет организации чартерных рейсов в летний период из аэропорта Нарьинмара. Напомним, на предыдущем оперативном совещании с руководителями глава региона поручил профильному ведомству выбрать направление для полетов субсидируемого чартера летом с учетом пожеланий жителей региона. Был на прошлой неделе в соцсетях этот опросник размещен. Основное это было направление Краснодара либо Москвы. Значит, у нас опросник еще будет продолжаться до 2 июня, но между тем уже есть результаты. В социальном опросе приняли участие более 1200 человек. 60% из них проголосовали за направление для чартерных перевозок Нарьинмар-Москва-Нарьинмар. Соответственно, остальные 40% поддержали авиаперелеты в южном направлении на Краснодар. Почему все же такие предпочтения у населения в летний период? В Краснодаре море нету, там небольшие рядом населенные пункты, куда можно добраться, там Анапа, Геленджик. Еще на денег за такси заплатите. Еще на такси заплатите, чтобы ехать, тем более с детьми едут. Кто-то едет в Сочи, кто-то едет в Крым, то есть добраться до Москвы удобнее, в том числе и кто-то, может быть, не обязательно на море едет, а дети где-то в деревне, то есть в средней полосе в деревне проводят. Поэтому большинство, конечно же, до Москвы, с учет того, что туда можно улететь в любое направление. Мнение населения учли в настоящее время профильный департамент совместно с Нарьинмарским авиапредприятием запрашивает коммерческие предложения от авиакомпании на выполнение чартерных рейсов самолетом вместимостью на 50 человек. Мы вот в последнее время стали пробовать такой способ коммуникации с жителями, как опросы. Комфортная городская среда, жители сами выбирают тот проект, который им более интересен. Вот по транспортному сообщению, Павел Александрович, мы впервые попробовали такой способ, скажем так, выбрать, куда все-таки запускать рейс. Совершенно справедливо, давайте спрашивать у жителей. Мы зачастую, сидя за этим столом, за них принимаем какие-то решения. Надо спрашивать у них, как они хотят, какие деревья высаживают, где благоустройство делать, куда пустить дополнительный субсидируемый рейс. Это абсолютно справедливо. Добавлю, чартер по субсидированным билетам будет летать один раз в неделю по воскресеньям. Ориентировочный период выполнения рейса с 15 июня по 15 сентября. Предварительная стоимость билетов в одну сторону с багажом по направлению Наринмар-Москва-Наринмар для взрослых составит 9 900 рублей. Для детей 50% от стоимости. Ольга Русул, Алексей Орлов, Телеканал Север. Около 3000 жителей Ненецкого автономного округа приняли участие в рейтинговом голосовании за проекты по благоустройству территории в Наринмаре. Первое общероссийское рейтинговое голосование по выбору территорий в дизайн проектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», которое проходило на интернет-платформе, завершилось в ночь на понедельник. Большинство голосов жители Наринмара отдали за прогулочную зону в Сахалинском лесу. 1208 голосов. В этом месте хотелось бы решить две задачи благодаря реализации этого проекта. Первая задача – сохранить первозданность вот этой территории леса. И вторая задача – сохраняя вот эту первозданность, вот эту экологичность этого леса, создать комфортные условия для отдыха людей, которые и так уже на сегодняшний день активно пользуются, активно любят отдыхать на территории вот этого леса. Проект «Победитель рейтингового голосования» будет реализован в 2023 году в приоритетном порядке. «Мы здесь хотим сделать экологическую тропу в стиле лукоморья, чтобы приблизить к каким-то, может быть, к сказочным условиям. Фантазия у нас развивается в этом отношении очень сильно. Этому помогает очень много людей, которые заинтересованы в реализации проекта. Я каждый день практически получаю какие-то предложения от людей, чтобы они здесь хотели видеть. Предложения разные, фантастические, предложения реальные. Поскольку эта территория, она, конечно, в весенний летний период подтапливается слегка, поэтому есть какие-то предложения по поводу того, как использовать даже в этот период можно было территорию леса и благополучно отдыхать. Проект на самом деле очень нужен жителям, не только, повторю, нашего района, но и жителям города. Второе место в голосовании заняла общественная территория в районе Первомайской улицы. Она набрала немногим меньше голосов – 1083. Но для победы этого не хватило. Ещё один проект по благоустройству, за который голосовали жители Наринмара – это обустройство спортивной игровой площадки в районе Старого аэропорта. Он набрал 587 голосов. Оба проекта в соответствии с рейтинговым голосованием будут реализованы в последующий период уже после 2023 года. Напомним, в 2021 году в Наринмаре в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будут обустроены спортивный игровой кластер в районе домов 10 и 11 по улице Строительной, а также детская игровая площадка в районе детского сада «Радуга». Оба проекта стали победителями рейтингового голосования в 2020 году. Объекты, которые заняли последующие места в рейтинговом голосовании 2020 года планируются к реализации в 2022 году. Это парковка на пересечении улиц Швецово и Сущинского. Общественная территория в районе улицы Рыбников 6Б, 3Б, а также зона отдыха в районе метеостанции. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал Север. Первый день отпуска комом. Из-за неприбытия в аэропорт Наринмара самолета компании «Смартавиа» пассажиры не успели на стыковочные рейсы в южном направлении. Что делать в такой ситуации? Наталья Дуркина продолжит. Ирина Ваучейская с сыном приехали в аэропорт заранее. Семья собиралась в Архангельск. Перед самой регистрацией на телефон пассажиров пришло СМС от авиакомпании о том, что рейс переносится на 19.30. Ирина, не раздумывая, обратилась за помощью к представителям «Смартавиа». Но помощи так и не получила. Люди летят дальше. В Санкт-Петербург. Они стали задавать вопросы. У нас другие компании. ЮТР, Победа. Он отговаривался как мог. И в результате направили поменять билеты. Я сейчас уточнила в кассе, что билет менять не нужно. Но нужно подъехать где-то к 18 часам, что самолет будет точно. Но видите, не по погодным условиям отмена рейса идет. Почему СМС пришла перед самым выходом? Я понимаю, перед регистрацией. Да, перед самой регистрацией. Ни с утра, ни с вечера. Потому что у многих людей стыковочные рейсы. Пассажиры искренне не понимают, почему авиакомпания заранее не предупредила о технических проблемах. Мне больше жалко людей, у которых рейсы идут в Санкт-Петербург и далее. Я ведь не знаю, куда дальше люди летят. Пять человек. Вот точно при мне было пять человек. По трое, значит, отец, мать и это. Они сказали, мы, говорит, вам помочь смарт-авиа не можем. В причине того, что это другая авиакомпания. Она говорит, почему не предупредили? Самолет Архангельск-Москва улетел полчаса назад. Если бы пришла смс, и там есть, значит, дополнительные места, можно было меня с сыном, или кого-то с рочниками, или с младенцем отправить, они, извините, приходим, и рейс отменяется. Вот в чем вопрос. Поясню. Пассажиры приобретали билеты по маршруту на Ринмар-Архангельск-Санкт-Петербург, но с самолетами разных авиакомпаний. Кроме того, многие на Ринмарцы планировали отправиться дальше к Южному Солнцу и морю на стыковочных рейсах. В этой ситуации между авиакомпаниями бывает определенный альянс. И когда мы покупаем, либо продаем билет и пишем на Ринмар сразу в Сочи, неважно, через Москву, через Архангельск, через Санкт-Петербург, если данный билет продается одним, скажем так, листочком, да, с простым языком, то если вы опаздываете на следующие седми, авиакомпания обязана вас посадить на следующий ближайший рейс по этому маршруту без доплат. Это единственный, мне кажется, такой самый безопасный вариант. Второй вариант – брать стыковку побольше, может быть, сутки, может быть, двое. Если же все-таки пассажиры оказались в подобной ситуации, то от количества времени задержки рейса зависит то, чем обеспечат вас во время ожидания. Это могут быть напитки, горячее питание или предоставление гостиницы. Если вы опоздали уже на следующий рейс, например, по сегменту Москва-Сочи, то я бы советовала уже позвонить в авиакомпанию, либо в КАСС, где приобретали билет, и узнать, что можно сделать с потерей денег наименьшей, да, может быть, поменять время, поменять срок, и главное – снять себя с этого рейса. Потому что бывает, одно дело – мы просто не пришли на рейс, да, а другое дело – когда мы сняли этот сегмент, сняли место свое, то там немножечко другие штрафы и больше возможностей для изменений. Представители турагентства также рекомендуют выбирать более долгий промежуток времени между стыковочными рейсами. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Подрастающее поколение – наше будущее. В Ненецком округе прошел праздник в честь Дня защиты детей. На месте событий побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Международный день защиты детей имеет свою многолетнюю историю. Ежегодно его отмечают во всех уголках нашей планеты. И Ненецкий округ не стал исключением. На Ринмаре во Дворце культуры Арктика проходит фееричное шоу для подрастающего поколения. Развлекательная программа началась с концерта «Праздник детства». Артисты провели зажигательную зарядку, тем самым разогрели юных зрителей. Помимо концертной программы, на протяжении всего праздника детей развлекали аниматоры. А также работали этническая площадка и медицинский городок здоровья. Сегодня мы проводим праздник, волшебный праздник детства. Но, к сожалению, по плану должен быть у нас на улице, на Марацея. Но погода подвела, очень сильный ветер. А нам надо беречь наших замечательных маленьких артистов. Поэтому приняли решение сегодня утром, что проведем, все равно мы этот праздник проведем, проведем в холле второго этажа. Ну и, насколько я понимаю, ребята довольны, сидят, смотрят, кто-то танцует, кто-то подпевает. Праздник, конечно, очень нужен. Потому что в нашем суровом краю очень важны положительные, красочные эмоции, что мы и стараемся делать, и дарить эти эмоции нашим детям. Несмотря на то, что мероприятие пришлось перенести в помещение, праздник удался. Молодое поколение активно участвовало во всех интерактивах. Буря эмоций детей и родителей создали отличную атмосферу торжества. Сегодня мне так понравился этот день. Я даже позавчила. Ну, я ходила на второй этаж, там смотрела шоу. Клево, интересно. Сегодня очень хороший праздник, День защиты детей, и, конечно, такие мероприятия нужны. К сожалению, с погодой сегодня не повезло, но даже в помещении мероприятия проходят очень даже интересно. История праздника началась более 70 лет назад. Проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны. В 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безусловной борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантией счастья детям. А с 1 июня 1950 года учредили Международный день защиты детей, который отмечают во всех уголках нашей планеты. Это дата напоминания взрослым о том, что правами несовершеннолетних на жизнь и свободу мнения пренебрегать нельзя. В наше время очень важно уделять самое пристальное внимание развитию и воспитанию детей, их нравственному и физическому благополучию. Сегодня только от взрослых зависит, каким поколение в будущем станет сегодняшняя молодежь. Василий Ходонзийский, Антон Бодряков, Телеканал «Север». В здоровом теле, здоровый дух. 1 июня во дворце спорта «Норд» прошли веселые старты, посвященные Международному дню защиты детей. Тему продолжит Катрина Тайбари. Ребята, я поздравляю вас с замечательным праздником, который взрослые ежегодно вам дали. Днем защиты детей. Давайте по-хлопу друг к другу. Спортивный праздник для детишек был организован Нейнской региональной организацией «Динамо». Данное мероприятие проводится ежегодно. Участников ждали конкурсные задания, в которых они должны были показать умение работать в команде. Сегодня у нас в дворце спорта «Норд» проходят соревнования, спортивные соревнования, веселые, простивный праздник, даже веселые старты для детей, членов общества «Динамо» и приглашенных детей. Это вот особое детство у нас сегодня приглашенные и девятки с центра «Содействие наш дом». Это мероприятие у нас проходится ежегодно. Самая главная цель этого задача нашего мероприятия – чтобы сплотить детей, чтобы они все вместе выполняли задания, переживали от раза друг друга. Ну и посвящено, конечно, сегодняшнему празднику, Международному дню защиты детей. Всего участия в веселых соревнованиях приняли четыре команды. Воспитанники центра «Содействие семейному устройству в наш дом» придемонстрировали свою ловкость и силу на веселых стартах уже в шестой раз. У нас очень много проводится мероприятий, направленных на спортивные игры, на сохранение здорового образа жизни. Поэтому подготовка, можно сказать, каждодневная. Ну и, естественно, мы готовили девиз, придумывали название команды, все делали вместе. Дети с удовольствием участвуют в таких мероприятиях, даже спорили, кто будет участвовать. Команда детей из общественной некоммерческой организации «Особое детство» дружно выполняла все задания на высоком спортивном уровне. Вообще у нас ребята очень активные, интересные, своеобразные, со своими всеми характерами. Поэтому было довольно сложно и в то же время весело. Мы очень долго репетировали, как мы будем произносить наш девиз. Название команды придумали сами ребята. Ну и изъявили желание тоже сами ребята. Хочется пожелать всем ребятам самое главное – хорошего и доброго отношения друг к другу. Потому что все дети на этой планете, они разные, так же, как и люди. И независимо от того, какой ребенок, какое у него заболевание или какой у него статус в этой жизни, чтобы они все друг к другу относились с уважением. По итогу спортивного праздника победила дружба. Все ребята получили сладкие призы, памятные вымпелы и яркие радостные эмоции. Катрина Тайбрей, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Подведены итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». Мероприятие проводится Управлением Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу совместно с Общественным советом при ОМВД. На конкурс было представлено 16 работ. Участникам в возрасте от 6 до 14 лет предлагалось изготовить тематические поделки, игрушки, отражающие внешний облик сотрудников органов внутренних дел. Конкурс с каждым годом набирает обороты. Поделки очень интересные, различные планы выполнены. Я думаю, что жюри было очень сложно выбирать лучшую работу. Но при этом мы, как Общественный совет, поддерживаем этот конкурс. Мы формируем подарки дополнительные для ребят. Поэтому призываем всех участвовать. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех детишек нашего округа с Международным днем защиты детей. Отборочный этап конкурса в регионе уже прошел. И по его результатам победителем в Ненинском округе стал Павел Семак. Но уже то, что наша поделка стала одной из 16 поделок в Российской Федерации, которые были определены для участия в финале, прошла вся отборочная этапа и вышла в финал конкурса, это уже говорит о многом. Победителям отборочного этапа Всероссийского конкурса детского творчества полицейский дядя Степа вручили грамоты и подарки. Первый день лета ассоциируется с началом теплых солнечных дней и началом периода отпусков. В условиях Крайнего Севера наши ожидания не всегда совпадают с реальностью. Тему продолжит Елизавета Кабанова. Лето уже началось, но тепла в регионе пока не ожидается. Погода в июне будет в климатической норме, но достаточно холодной. Первая декада июня у нас обещает быть облачной, холодной. Примерно температура составит от 0 до 7 градусов. Единственное исключение будет у нас в пятницу, там будет до 17 градусов. Ну, то есть это тоже еще по прогнозу не точно. И ветер будет 7-12 метров в секунду, это штормовой ветер, и различных направлений. Жители округа стараются выехать летом за его пределы туда, где тепло и солнечно. Но из-за пандемии коронавируса популярные направления пока остаются закрыты. Поэтому многие граждане вынуждены либо искать новые варианты для путешествий, либо ждать, пока откроют границы. Конечно, есть уже те направления, которые открыты. Их на самом деле не так уж и мало. Это около 15-16 стран, которые сейчас разрешают въезд россиянам, и россияне могут поехать туда отдыхать. Самым популярным вариантом для отпуска этим летом по-прежнему остается Черноморское побережье. Правительство России даже запустили специальную программу кэшбэка, чтобы отдых в пределах нашей страны казался более лояльным. Но из-за популярности этих направлений ценник вырос в разы. А вот уровень отдыха остался прежним. Цены выросли существенно, что, в принципе, объяснимо гораздо более высоким спросом. И даже у нас Ростуризм сейчас создал сайт, куда потребители могут жаловаться на необоснованное повышение цен или, например, на аннуляцию их заявок. Но я думаю, что, конечно, пока не будут открыты массовые направления для вылета за границу, то вряд ли цены будут существенно снижаться. Границы с Турцией и Кипром пока закрыты. Поэтому многие россияне, привыкшие отдыхать на популярных зарубежных курортах, вынуждены отдыхать в Крыму или в Краснодарском крае. Те же, кто остается на лето в регионе, могут ждать тепла только в июле. Но жаркое лето – это не проненецкий округ. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. До свидания. Оставайтесь с нами.